Приветствую! Кирилл из Уфы прислал образцы масла Матюль 8100, Эколайт 530. Так, вот баночка со свежим. Значит, обратите внимание, баночка фирменная, МИДС ГСМ, лаборатории. Так, и отработка данного же масла из автомобиля Мазда CX-9 с пробегом 199 моточасов. Данные сейчас я вам покажу. Так, это то, что Кирилл предоставил. И, значит, это у нас мотор 2,5 турбо, 230 сил, общий пробег 61 тысяча с небольшим, пробег на масле 6350 километров, 199 моточасов, 80% движения по трассе, бензин. Так, давайте первым делом посмотрим, на что похож данный Матюль. Так, коэффициент корреляции по Пирсону, значит, вот видите, 100% на Матюль. Ближайшее совпадение это Polymerium Pro, самая недорогая линейка от Polymerium на гидрокрейтинге 530, 6-й Ильсак. Кстати, у Матюля на сайте указано тоже соответствие Ильсаку 6-му. На третьем месте Rav High-Tech, Synth RS-D1, тоже 6-й Ильсак. И TCL Zero Line, тоже Ильсак. То есть, все масла, видно, что это Ильсаки по максимальному совпадению. Ну и самое-самое высокое совпадение это Polymerium. Кстати, недорогая линейка. Я думаю, что по цене значительно-значительно дешевле. Так, давайте посмотрим данные по-свежему. Так, вот написано Sample ID, Матюль 8100 Ecolite, значит 5.30. Окисление. По окислению видно, что СТРов нет. Нитрование, кстати, очень низкое, 6369. Это ближе к какой-то чистой базе даже, я бы сказал. Хороший уровень противоизносных присадок 1.24. Такой даже, я бы сказал, что ближе к полнозольнику, наверное. Фенольных антиокислителей нет, аминных хороший уровень, больше процента. Вот, в принципе, так достойно, да. Щелочное 7.91 по ГОСТу для отработки, который дает занижение. И кислотное 1.59. Ну, нормальные значения, типичные. Так, и вязкость приста 11,62 с антистокса. Тоже тридцатка, все, как бы вопросов нет к маслу. Так, переходим к отработке. Образец этот же, подписан сверху, видите, Мазда. 2.5 турбо, 199 часов. И первое, что бросается в глаза, это криминал. Бензин, 5.5% бензина. Это много, это реально криминал. Больше 5% это уже какой-то тревожный знак. Окисление, значит, 13.1. Нитрование 10.15. Противоизносных присадок еще остаток есть. 52.5% от начального. Значит, фенольных как не было, так и нет антиокислителей. Значит, аминных тоже больше 50%. 53.23. Есть еще запас по моющим, нейтрализующим свойствам. Почти 5. Щелочное 4.89 и 2.53 кислотное. Ну и, естественно, с таким уровнем топлива в масле. Почти просадка по вязкости, почти 3 сантисокса. Да, также присутствует 0,05% воды и 0,02% сажи. Ну, Кирилл написал, что здесь у нас много прогревов. Супруга ездит, возит детей по секциям, по школам. И вот давайте покажу, как это выглядит на линейке. Да, видно, что тут, скажем так, катастрофа. Линейки не хватило. Видите, уже отработка финиширует, а чисто еще даже до линии стопа не дошло. Ну, вот так показал вам шкалу, так для осознавания. Здесь, конечно, катастрофа. Здесь, наверное, процентов 35-40, общее разжижение. Да, ну и вот, значит, прогноз по моточасам, в общем-то, и неплохо масло отработало. Тоже 300 с плюсиком моточасов, 9 тысяч почти 700 километров в таком режиме. Но, видите, завалилось оно по повязкости. То есть 5200, 163 моточаса и масло сработалось. Обратите внимание, внизу вот эта полоска, и даже по полоске видно, что смесь богатая. Видно, что много прогревов, и даже вот тут, даже тут забогаченная смесь. Значит, да, я поговорил с владельцем через WhatsApp. Человек вменяемый, более чем вменяемый, все понимает. Сказал, что уже помыл форсунки. Я ему посоветовал форсунки помыть, там, может быть, проверить, помыть. Он сказал, что уже это сделал. Будет работать в направлении выпаривания топлива лишнего иногда по трассе хорошенько. Ну, прогревать масло, скажем так, на оборотах. Вот. Но, тем не менее, это SkyActiv. И вот есть такая у МАСТ проблема. Всем владельцам МАСТ, конечно, надо внимательно, на мой взгляд, внимательно. Да и вообще при моторах с прямым впрыском, внимательно относиться к вязкости, потому что здесь, сами видите, это очень сильно. Это отбраковка однозначная. То есть меньше 200 часов масло достаточно крепкое. Оно еще походило бы. Но вот по вязкости здесь уже начинаются такие риски, я бы сказал, потому что пленка не такая плотная становится. И при каких-то таких ударных нагрудках есть вероятность, что в какой-то момент она порвется. Вот. Как бы к маслу вопросов нет. Есть вопросы к МАЗе, к топливной, к самой конструкции, видимо. Да, надо следить, надо мыть форсунки. Ну, даже не знаю, там тут владельцы МАСТ лучше прокомментируют данный момент. Вот. Благодарю Кирилла за предоставленные образцы. Всех, кто посмотрел данные видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.